Современный мир ориентирован на результат. В том смысле, что мы хотим победить в игре. Будь то жизнь или игра, люди думают только о победе. Я воспринимаю это как большую ошибку. Люди побеждают не потому, что хотели победить. Кто не хотел бы победить? Все хотят победы. Люди побеждают потому, что хорошо играют, не так ли? Команда выигрывает потому, что сыграла хорошо, а не потому, что хотела победы. Кто не хотел бы победить? В йоге мы говорим, что если одним глазом вы следите за целью, у вас остается только один глаз, чтобы смотреть на дорогу. Это не лучший способ вести игру. Лучше, когда оба ваших глаза прикованы к игре. Победа, кубок и награды — все это приходит потому, что мы играем хорошо. Это случается не потому, что мы хотели наград, а потому, что мы играли хорошо. Так что всегда лучше, когда наши глаза, тело, ум — все сфокусировано на чем-то одном. Тогда человек действует с максимальной эффективностью. В индийской культуре есть замечательная история о том, как Дроначария учит Арджону и нескольких других своих учеников стрельбе из лука. Одного за другим он просит их посмотреть вверх на дерево, прицелиться и выстрелить в деревянную птицу, которую установили на дереве. На шее у птицы была помечена маленькая точка. И Дроначарий сказал, вы должны выстрелить именно в эту точку. Когда каждый из них натягивал тетиву и уже готов был стрелять, он просил ученика остановиться и задавал вопрос, что ты видишь? Они отвечали, мы видим листья, дерево, фрукты, птицу, мы видим много всего. Все говорили одно и то же. Подошла очередь Арджоны. И когда он приготовился выстрелить, Дроначарий спросил и его, что ты видишь? Тот сказал, я вижу только точку. Достигнет цели лишь тот, кто видит только одно, тот, чье видение абсолютно однонаправлено. Наилучшие результаты достигаются именно тогда, когда все, что в вас есть, сфокусировано в одном направлении. Если вы играете в хоккей, смысл не в том, чтобы выиграть, не в том, чтобы вернуться с кубком домой, не в том, чтобы попасть в газетные заголовки и прославиться. Вся ваша задача сводится к тому, чтобы забросить чертову шайбу в ворота. Каждый момент, пока вы на льду. Вот и все, не так ли? У вас 10 человек на льду. Просто все время ищите возможность забрасывать шайбу в ворота. Смысл в том, чтобы делать это каждое мгновение. Вам не позволят забивать каждый миг. Но весь смысл в том, чтобы забрасывать, забрасывать и забрасывать шайбу. Если наш ум сфокусирован на том, как выиграть кубок, вы думаете о том, получим мы кубок или нет, выиграем ли матч или нет, будь то футбол, крикет, хоккей или другая игра. Часто матчи бывают проиграны еще до того, как игра закончена. Вам забили три гола. И что? Три гола можно забить за минуту. О, таких чудес не бывает. Это неправда. Такое возможно. И иногда это случается. Не так ли? Так что дело не в том, сколько шайб кем-то забито или не забито. Двигаетесь ли вы к победе или нет. В игре у вас всего одна цель — забросить шайбу в ворота. Вот и все. Если мы просто будем придерживаться этого, по крайней мере наш талант и то, кем мы являемся, проявится полностью. Мы не можем сделать то, на что неспособны. Если мы не сделаем то, на что мы неспособны, это не имеет значения. Но если мы не сделаем то, на что мы способны, это печальная жизнь. Не так ли? Разве не так? Если кто-то не делает то, на что неспособен, это не имеет значения. Но если кто-то не делает то, на что способен, его жизнь будет растрачена впустую. Если наш фокус не направлен на что-то одно, такая растрата будет происходить постоянно, потому что мы будем думать о чем-то другом. Если все сфокусировано в одном направлении, ваше тело, энергия и ум сосредоточены в одном направлении, тот, кто движется в одном направлении, чего-то достигнет. Тот, кто пытается идти в пяти разных направлениях, никуда не продвинется. В попытках одновременно идти в разных направлениях растрачивается так много времени, энергии и усилий. Так что если просто помнить об этом, в игре остается только забрасывать шайбу. Смысл не в победе, не в кубке и не в чем-то еще. Смысл только в том, чтобы забивать шайбу. Вот и все. По крайней мере, ваши таланты проявятся полностью. Если мы недостаточно хороши, нам нужно больше тренироваться. Если мы играем хорошо, то появятся и результаты. Вот в чем суть игры. Но если наши таланты не раскрываются полностью, мы живем впустую. Такого с нами происходить не должно. АПЛОДИСМЕНТЫ